В канун 90-й годовщины расстрела Николая II и его близких в Храме Христа Спасителя открылась выставка, рассказывающая о последних месяцах жизни и гибели царской семьи. Но вещественное доказательство одного из самых жестоких преступлений в российской истории взглянула Алена Акиншина. Последние прижизненные портреты великих княжон, цесаревича и августейшей четы. Такими они уехали в Екатеринбург. Вот свидетельство их последних дней. Продовольственная карточка номер 54 Николая Романова. По ней семье каждый месяц полагалось 5 пудов крупчатки и 7,5 пудов сахара. Вот 28 пуль, извлеченных из тел. Теперь уже нет сомнений, они выпущены из одного оружия – браунинга. Пули, обнаруженные в районе захоронения, и пули с ганиной ямы, несколько пуль соответственно, они были выстрелены из одного ствола оружия. И есть экспертиза, которая категорически утверждает об этом не только на словах, но и иллюстрируя все эти данные. То есть эти два места связались. Дело о расстреле царской семьи Владимир Соловьев ведет уже 10 лет. По его постановлению, пули отправляли на баллистическую экспертизу. Он лично присутствовал на последней идентификации останков. Специалисты исследовали так называемое ядерное ДНК, когда родство определяется по мужской линии. Результатов исследования ждут в ближайшее время. Заявление официальное у нас по предполагаемым Алексею и Марии будет в середине месяца. Этот музейный экспонат – штык-нож. Им командир отряда Петр Ермаков добивал цесаревича, великую княжну Анастасию и горничную Анну Демидову. Рядом записка уральского военного комиссара Войкова с требованием выдать 170 литров серной кислоты для уничтожения тел. Известно, как и кто расстреливал, как заметали следы. Но вот кто отдал приказ об убийстве, история умалчивает. Никаких документальных подтверждений о том, что это или Ленин, или Свердлов, к сожалению, нам обнаружить не удалось. Есть документальные подтверждения, что было решение Уралсовета. Но мы знаем, как у нас в нашей истории часто бывало. Оформляли решением указания более высоких властей. На этой выставке вся жизнь царской семьи. Вот указ Николая II о народной трезвости. Документ предполагал массовое закрытие пивных. На этой фотографии царь лично проверяет удобство новой военной формы. Он прошел в ней 10 километров пешком. А это генеральный план столицы 900-го года. Он подтверждает, уже в начале 20-го века в Москве хотели строить метро. Правда, не под землей, а над. Но не хватило денег. По идее, она должна была пройти по Красной площадью. И, кстати, под Красной площадью есть метро, поскольку тоже архив хранит проекты метро и выходы, которые должны были быть у собора Василия Блаженного и у исторического музея. Бальные платья, гимн вышитый на шелке, рисунки великих княжон. Завтра выставку в канун 90-летия расстрела царской семьи торжественно откроет патриарх московский и в селе Руси Алексей II. Алена Кишина, Всеволод Саевичев, Вести, Москва.